Мир и благодать всем, кто с нами, всех, кто любит Господа, всех, кто поддерживает Божий труд во славу Господа Иисуса Христа. Сегодня 12 июля 2023 года. Мы находимся в городе Слуцке, мы находимся в здании, где мы организовали с Божьей помощью служение реабилитации. Начали мы это служение 6 мая 2023 года. И первый человек, который приехал сюда на реабилитацию, мы его подобрали прямо в гараже. Это просто гаражи, в котором люди паркуют машины. И нам позвонил один человек и сказал, что прямо в гаражах живет и проживает один из людей, у которого нету никаких вариантов где-то проживать. И 6 мая первым человеком стал тот, кого мы пригласили сюда на служение реабилитации. Дальше начали появляться еще люди, начали узнавать о нашем служении, интересоваться возможностью приехать и подключиться к этому труду. И на данный момент здесь проходит реабилитацию 5 мужчин. С Божьей помощью Господь своей милостью дарует в этом деле успехи свое содействие. В течение недели мы с Божьей помощью от церкви организовали каждый вечер, кто из братьев придет для того, чтобы служить и трудиться здесь. Здесь в один из дней приходит молодежь, молодые братья для того, чтобы служить и вечером проводить общение. В другие дни приходят духовно зрелые братья, служители. И таким образом организованное здесь служение имеет очень хорошую перспективу. Мы надеемся на то, что Божья рука будет содействовать нам и дальше. А самое главное, что люди будут вырваны из тьмы. Люди смогут прикоснуться к свету и люди смогут искать содержание и смысл жизни, где главной целью является правда, истина и свет. От всей души хотим благословить друзей, с которыми мы это служение вместе совершаем. И благодарим от всего сердца святой Божий народ. Потому что святые люди подключились для того, чтобы поддержать это служение финансово. Также подключились святые люди в том, чтобы поддержать это служение. Под продуктами, поддержать вещами и всеми другими вещами, которые необходимы для этого труда. Мы за все воздаем славу Господу. И уповая на его святое имя, верим, что этот труд будет иметь успехи дальше. Благослови во имя Иисуса всех нас, Господь. Мы можем пройти вместе и ознакомиться немножко с условиями, в которых у нас организован наш труд и наше служение. Аллилуйя! Мир и благодать прекрасным людям, замечательным жизнерадостным. Благослови Господь! Утро доброе, а спать хочется. В этом здании, в котором мы организовали это служение, на данный момент размещено 6 комнат. И мы можем принять здесь около 10 человек, плюс ребята, которые вовлечены непосредственно в труд. Мы на каждом этаже, вот на первом, на двухэтажное здание, на первом этаже мы имеем санузел, кухню и комнаты, в которых могут размещаться братья, которые руководят этим служением. На втором этаже у нас есть спальные комнаты, в которых уже организованы спальные места и комната, в котором проходит служение. Можем заглянуть на нее. Это комната, в которой у нас организованы служение. Здесь проходит чтение Священного Писания совместное, беседы, разбор Священного Писания, который проходит общение вечером. Здесь же проходит молитвенное общение, душепопечительские беседы, которые у нас организованы с нашими людьми, которые проходят реабилитацию. Дальше по коридору. Мы наблюдаем спальные места, спальные места и здесь также спальные места. Вот на данный момент мы в этой спальной комнате имеем 8 мест, где мы можем разместить тех, кто нуждается в реабилитации. И здесь очень комфортно есть, где разместить и свои вещи, и возможность разместиться друзьям в спальные места. Поэтому от всей души благословляем Господа за то, что этот труд, который с Божьей помощью был начат, имеет хорошую перспективу. Атмосфера, которая здесь организована, очень дружественная. Здесь нету у тех, кто из братьев руководит этим служением, какого-то восприятия себя генералами или такими большими важными людьми, а не просто служащие Господу во имя Иисуса Христа, которые находят точку соприкосновения и дружественные отношения с теми, кто нуждается в помощи. И эта атмосфера дружбы, она как раз таки и рождает, цепляет сердца для того, чтобы люди могли абсолютно добровольно, уповая на Господа, принять решение идти к свету. И мы, уповая на Господа, не теряем надежды, что успех в этом служении и дальше будет только увеличиваться. Вот и опять прощание, снова вокзал и дороги, последнее пожелание, краткое слово с Богом. С Богом, друзья, до свидания. 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 С Богом, друзья, до свидания.